Ну что, дорогие мои, отправляемся в новый прекрасный красивый отель «Анантара» в Рассельхайме, «Анантара Минейара», и слово предоставлять нашей прекрасной Виктории Коликовой. Спасибо. Спасибо, дорогие коллеги, огромное спасибо Resort Holiday, что пригласили меня. Я очень рада всегда присоединиться к презентации, и очень приятно видеть, что Resort Holiday, вот как только добавляется какое-нибудь еще направление, которым вы начинаете заниматься, сразу тут у нас отличное сотрудничество начинается, потому что я думаю, что мы очень подходим друг к другу по продукту и по концепции Resort Holiday. Дорогие коллеги, сегодня познакомлю вас с отелем, который называется «Анантара Мина Аляраб», отель еще совсем новый, он открылся 2 января 2024 года, то есть вот нам еще полгода даже нет. И я буквально по свежим впечатлениям буду рассказывать, потому что была в отеле недалее как на прошлой неделе, буквально неделю назад, и тогда совместила и знакомство с отелем, и знакомство с Эмиратом Рассельхайма, потому что для многих из нас этот Эмират все-таки еще не настолько известен, как Дубай, например, да, и во многом он ассоциировался с таким более бюджетным отдыхом, но все больше открывается отель, и заглянуть чуть-чуть вперед, еще откроется много роскошных отелей в этом направлении, поэтому давайте добавлять Рассельхайму в меню люксового туризма тоже. И как раз отель Анантара Мина Аляраб стал одним из тех отелей, которые вот сейчас входят в небольшое предложение, в небольшое меню люксовых, но в дальнейшем таких вариантов для размещения будет больше. Анантара Мина Аляраб стал первым отелем, который предложил в Эмирате Рассельхайма размещение на виллах, на сваях над водой. Наподобие мальдивского формата, но все же это не мальдивский формат, потому что нет лесенки в воду, то есть нет такого варианта, как на Мальдивах, чтобы вы прямо спускались в воду и плыли. Виллы стоят на сваях над водой в лагуне, а лагуна такая вот с мангровыми лесами, это просто лагуна курорта, да, это просто красивые виды, это такая красивая, очень умиротворяющая территория, но это не пляж и не плавательная наша лагуна, да, это все-таки просто декор, так скажем, но это натуральная лагуна. И давайте посмотрим, где мы находимся. Тоже интересная вещь, что это достаточно новый район в Рассельхайме, он называется Мина Аляраб, здесь располагаются такие достаточно роскошные таунхаузы, и это изначально была такая новая резидентская зона, совершенно обильная, но прошу прощения. Олег, я выключила звон, на секундочку, так, чтобы переключиться на наушники. Скажите, пожалуйста, Ир, скажи, меня слышно сейчас в наушниках? Да, и было хорошо слышно очень, и в наушниках прекрасно слышно. Да, все отлично слышно, нет, все хорошо. Тогда оставлю так, прошу прощения. Да, прекрасно слышно все. Отлично, что у меня тут шум мешает. Итак, коллеги, так вот, это резидентская зона Мина Аляраб, в которой замечательные, очень новенькие, красивые таунхаузы стоят, небольшие виллы. И на таком, это что-то вроде небольшого полуострова, и на краю этого полуострова, в уединенной такой зоне, находится наш отель. Из гостиничной базы для ориентира, да, можно назвать поблизости только отель интерконтинентальный, он находится через пролив от нас. То есть вот прямо в непосредственной близости тут у нас ничего нет, резидентские дома. И, ну, если пять минут проехать на машине, там будут уже магазины, что-то, ну, то есть не пешком. И, соответственно, часто нас спрашивают, да, далеко ли мы от Марджан Айланд, от таких более известных территорий и зон, там, где Рицкарлтон находится. От этой территории мы достаточно, ну, там минут 20, наверное, ехать, да, достаточно уединены. То есть мы не в той традиционной зоне Рассельхайма находимся, где мы привыкли видеть наши отели. И доехать от аэропорта Дубай, от международного аэропорта, вы сможете за 50 минут. И от аэропорта Рассельхайма примерно за 30 минут. Также от аэропорта Шаджи тоже примерно за 30 минут можно доехать. Поскольку, в принципе, Эмираты все достаточно густо так расположены как раз на этой территории, да. Поэтому, в принципе, из трех аэропортов вот достаточно легко добраться. Обратите внимание, что Рассельхайма, это самый зеленый, он находится, он имеет и горы, и пустыню, и море потрясающе по природе. Я просто была поражена и очарована этим Эмиратом. И здесь уже вот в сторону Амана можно поехать в горы, можно насладиться такими достопримечательностями, такими развлечениями, которых вы не найдете в других Эмиратах. В частности, вот всем известны там какие-то развлечения и зиплайны Дубая. Но здесь можно в горах попробовать самый длинный зиплайн в мире. И меня, честно говоря, на него посадили. Я не экстремал, но, тем не менее, тут выбора у меня не было. Мне очень понравилось. Так что даже для гостей, которые не очень какие-то страшные развлечения выбирают, это не очень страшно, это здорово, это очень интересный полет над горами, потрясающие виды, очень интересно. И плюс там же есть небольшой такой аттракцион с, ну, что-то вроде санок таких, тоже по горам. Очень интересно. И так, сейчас у меня что-то не переключается слайд. Вот, все, переключился, да, скажите? Да, все переключается, все хорошо. Смотрите, еще раз смотрим на наши виллы на сваях над водой, но мы к ним вернемся чуть позднее. Вот сейчас будет проще, наверное, по плану рассказать о территории. Смотрите, у нас территория, надеюсь, что вам видно будет мою указочку. Территория начинается вот здесь, это как раз зона нашего, где находится лобби у нас на высоте второго этажа. Мы выходим здесь, ресторан тайской кухни и такая небольшая лагуна, просто декоративный такой дизайн сделан водный. Очень красивая территория, так вы выходите к нашей основной территории. Номера, которые называются премьер. У нас достаточно много категорий номеров, но разобраться с ними легко. Сейчас вот давайте сосредоточимся, чтобы потом много вопросов у нас пропадет потом. Номера, если написано премьер, то они находятся вот в этих корпусах, около основной территории, около лобби и вот здесь вот рядышком. На первом этаже будет премьер террас, или гарден террас. На втором этаже просто номера премьер. То есть все домики у нас двухэтажные. Дальше идут двухэтажные домики делакс. Соответственно, делакс гарден террас – это первый этаж, просто делакс – это второй этаж. Если у вас написано делакс пул фронт, то это вот эти три корпуса. Если написано делакс бич фронт, то это вот эти два корпуса. И обратите внимание, в них, может быть, это поменяется, но сейчас в них мы не различаем первый и второй этаж. То есть если выбираете делакс пул фронт или делакс бич фронт, вы можете попасть на первый или на второй этаж. На первом этаже у вас будет, соответственно, небольшая терраса и прямой выход на лужайку. На втором этаже просто балкон. Что вы предпочитаете, то, пожалуйста, пишите при бронировании в заметке. Мы не гарантируем, но постараемся дать вам тот этаж, который вы хотите. То есть здесь предпочтения бывают разные, поэтому кому как больше нравится. Стараемся вот как-то подгадать, но будем рады принять ваши заметки и предоставить то, что вы хотите. Обратите внимание, в номерах, в домиках делакс есть еще категория фэмили-суит. Это гостиная и спальня. Фэмили-суит можно сконнектить с обычным делаксом, соответственно. И также есть коннекты делакс и делакс, а также премьер и премьер. То есть это вот то, что у нас есть из сообщающихся номеров. Далее идут категории пенинсула, вилла. Это вилла, которая технически стоит на земле и на сваях над водой. Здесь также нету, опять же, это не мальдивский вариант, здесь также нету спуска в воду. Они стоят, тем более, если у нас немножко уходит море, когда время отлива, то они стоят как будто бы на пляже. Но спуститься туда нельзя, вы просто выходите. Ну, здесь у вас в любом случае до самого пляжа две минутки ходьбы. Вот это основной наш пляж. И здесь каждая вилла имеет собственный бассейн. Ну, замечательное, красивое размещение и виды на море, соответственно. А на мостике, где вилла на сваях над водой, про них я уже немножко рассказала, но отмечу, что здесь есть виллы с одной спальней на сваях над водой, с двумя спальнями. Две вот, сейчас указочкой покажу, две такие виллы. И еще одна двуспальневая вилла, то есть гостиная, две спальни, Анантара, то есть королевская такая вилла. У нее будет побольше чуть-чуть еще территория даже по сравнению с двуспальнями. И у нее будет, вот здесь на карте он не нарисован, но вообще-то он есть. Будет еще отдельный мостик к пляжу. То есть виллы на сваях над водой вот по этому мостику проходят к пляжу. Можно пройти, можно попросить на баги вас отвезти. Ну, просто если жарко, ходить не очень удобно. Но я ходила пешком, вот здесь вот везде можно. Это не такие огромные расстояния, но, конечно, легче заказать баги. И, конечно, у вилл у нас будет сервис батлера. При заезде мы предлагаем гостям оставить депозит в размере 500 дирхам за ночь, за номер, для того, чтобы можно было все расходы записывать на номер, не оплачивать сразу. Просто у вас лежит депозит, он как бы как некая гарантия лежит. Но он необязательный, можно от него отказаться. Только тогда вам придется все оплачивать сразу, ваши доп. расходы, сразу на месте носить с собой кошелек или карточку. Ну, это не очень удобно. Но вот про депозит часто спрашивают. Сейчас для ориентира он такого размера. Давайте перейдем далее. У нас, а, давайте пока по карте. Вот здесь основная часть, собственно, пляжа. И вот здесь находится у нас, в основном вот сюда мы размещаем, часть пляжа, которую мы предоставляем эксклюзивно для гостей вилл на своих над водой. То есть они могут пользоваться и этим пляжем, и этим своим. Но также, если у нас случается, и есть, понятно, как и везде, отливы-приливы, обычно даже в самый сильный отлив вы прекрасно везде плаваете. Но если вот вдруг все-таки как-то сезонно море подальше уйдет во время отлива, эта часть чуть поглубже, мы тогда разрешаем гостям везде отдыхать и купаться всем гостям на всей длине пляжа, так скажем. Вот. Про пляж отдельно хочу сказать, что, опять же, по свежим своим впечатлениям могу подтвердить лично, что замечательный, хороший вход в воду, все хорошо. Чуть-чуть уже на глубине, если вот так вот подальше зайти, чуть-чуть мягче становится песок такой, более илистый, но там уже плыть. То есть эта вот глубина уже практически по шее ко мне. И здесь хорошая прозрачная вода, очень красиво, и гости купаются в течение всего дня. Соответственно, в отлив, я думаю, вы даже до вот этого илистого дня не доплывете. Ну, то есть там уже будет вас скрывать. Это я в отлив проверяла все дно от и до. Красиво. Конечно, пляж – это наша визитная карточка, это наше большое преимущество, и он, получается, предоставлен только гостям отеля. Это тоже отдельный плюс. По категориям просто вот, да, можете проверить. Все, в принципе, мне кажется, объяснило, все понятно, и думаю, что разобраться здесь легко. Несколько фотографий буквально покажу, как выглядит. Это, кстати, Пенинсула Вилла. Итак, премьера номера. То есть даже минимальная категория номера – 52 квадрата в метро, то есть очень просторный, и они имеют вот такой диванчик. Надеюсь, тоже сейчас видите указочку мою. Он раскладывается, у него нижняя часть выдвигается, поднимается матрас, и получается, что это место абсолютно прекрасно подходящее для двоих детишек или для одного взрослого такая практически queen-size кровать получается. Поэтому 2 плюс 2 прекрасно можно разместиться, 3 плюс, например, 1 с инфантом. Детскую кроватку поставим, конечно. Так что даже в начальной категории очень просторно. Премьеры, делаксы – все одинаково размера номера, но по расположению отличаются. Вот такая терраса у вас есть, и Garden Terrace. Виллы Пенинсула. Сейчас вы можете понять, что я имела в виду на сваях над водой, но и на земле обязательно у каждой виллы. Бассейн. И обратите внимание, вот здесь хорошо видно, у вас у Пенинсула вилл будет гостиная и спальня. Вот они закрываются между собой, то есть это два отдельных помещения. И виллы Overwater. Здесь, кстати, я сняла много видео на телефон, прогулок по всем номерам, которые были доступны в этот момент, выложу в нашем телеграм-канале. Так что живые видео вы тоже увидите. Overwater Pool Villa. 10 таких вилл. Они очень похожи на Пенинсула предыдущую, которую мы смотрели. Тоже гостиная, спальня и бассейн. Снаружи у вилл есть вот такая стеночка, чтобы непосредственно не видеть друг друга в такой непосредственной близости и плюс расстояние. Но в целом, конечно, можно, наверное, увидеть, как кто-то загорает, если смотреть с пляжа. Это вот к вопросу о такой полной приватности. Здесь, наверное, все равно можно вас увидеть, но они наслаждаются всегда отдельным таким собственным видом на лагуну. Лагуна, кстати, очень красивая. Там прилетают фламинго. Красиво. Вот вообще территория такая она природная. Для Эмиратов очень важный элемент природы мангровые. Вот эти вот леса или кустики мангровые. Я бы их назвала. Красиво там, действительно, здорово. И такая вот какая-то тишина, спокойствие. Не знаю, это, наверное... И, кстати, часто тоже спрашивают москиты, какая-нибудь мошка. Да, понятно, она, конечно, присутствует здесь. Но во всех, мне кажется, можно их найти в номерах на всей территории, потому что все-таки зеленая зона. Обязательно у нас есть фумигаторы во всех номерах. Когда мы делаем вечернюю подготовку номера, turn down service, мы включаем фумигаторы. И, ну, в общем-то, здесь такой острой проблемы нет. Но мы, естественно, заботимся об этом вопросе. И ту бедрум Анантара Ововото вилла с площадью 206 квадратных метров. И одна ту бедрум Ройл Ововото полвилла. Вот она, и вы можете видеть мостик от нее, которого на карте не было. Вот мостик к пляжу у нее собственный. И мостик вот здесь для тех гостей, которые в других виллах отдыхают на сваях над водой. И вот такие две беседки на сваях над водой тоже у королевской виллы есть. Что касается питания, то здесь у нас есть планы питания просто завтраки, хаффборд и фулборд. Обратите внимание, в хаффборд и фулборд не входят никакие напитки. Точнее, на завтрак входят, понятно, чай, кофе, соки и так далее. На обед и ужин не входят напитки, за исключением тех, которые могут подаваться как часть шведского стола. То есть там есть такие станции, где вы из краника сами набираете воду, соки, что-то такое. Вот они тогда не будут считаться, это будет бесплатно. А если вы что-то заказываете, то обязательно уже будут напитки платные. Но буквально на прошлой неделе мы выпустили спецпредложение, в котором сделали beverage package. Во-первых, где можно докупить возможность безлимитно пользоваться напитками. Кроме того, мы сделали до 30 июня, если делать бронирование, в смысле саму бронь сделать до 30 июня, то можно воспользоваться предложением BB равно HB, бесплатный хаффборд. И я сейчас чуть-чуть позднее посмотрю, скажу вам период проживания. То есть это сама бронь, нужно успеть ее сделать до 30. А на какой период? У меня сейчас что-то выпал, такой дедлайн из головы, скажу в конце презентации. И здесь у нас, соответственно, очень хорошая цена на лето. И вот такие. Это пробный выпуск мы сейчас сделали с beverage package. Потому что, конечно, мы видим, что нашим гостям часто удобно заранее все оплатить. И напитки, и питание, и все. Тем более, что мы достаточно уединенно расположены. Вот. Здесь такое предложение сейчас есть. И смотрите, у нас основной ресторан – это Сибрис. Вот уже вторую фотографию его я показываю. Здесь предлагается шведский стол. И завтрак, обед и ужин – это в течение всего дня работающий ресторан. Международная кухня, разнообразие, очень хороший выбор. Прекрасное здесь питание. Также вы можете выбрать Beach House. Он тоже будет входить в планы питания. Он работает на обед и на ужин. И здесь вы выбираете, он работает а-ля-карк. Поэтому три блюда по меню. Закуску, основное блюдо и десерт. И ресторан Меконг. Он работает на ужин. Паназиатская кухня. То есть, конечно же, традиционная тайская. Так как мы тайская сеть отелей. Но и также другие кухни азиатских стран. Тут, в частности, можно вьетнамскую, китайскую кухню попробовать. Но вот пока еще нет японской кухни, например, суши. Но здесь открыта кухня в центре ресторана. И вы заказываете а-ля-кар тоже по плану питания. Это будет три блюда по меню. Вне планов питания всегда можно воспользоваться этим рестораном. Разумеется, на ужин. И также у нас есть кафе и бары, которые не входят в планы питания. Но это просто напитки, закуски. В течение всего дня вейвс-кафе. Джала-бар. Это как раз около бассейна наш бар. И, кстати, здесь маленький такой фургончик еще с мороженым есть. Так очень колоритно сделаны. И лобби-лаунж и бар. Около нашего... Около зоны лобби. У нас есть традиционные для отеля Натара услуги. Уроки кулинарного мастерства. Спайс спунтс. Дайнинг бай дизайн. Это ужин в индивидуальной обстановке. Здесь, конечно, очень романтично можно сделать на пляже такой ужин. Романтический для пары или семейный, например, ужин. Здесь, конечно, мы выигрываем тем, что у нас уединенный пляж. Поэтому у вас не будет каких-то чужих людей вокруг. И отдых. Отдых вокруг пляжа. Вокруг бассейна. Бассейн у нас около пляжа. Поэтому можете комбинировать и в бассейне купаться, и на пляже отдыхать. Классный детский клуб. Клуб для подростков. Чуть-чуть более взрослые игры. И приставки есть. Тренажерный зал. Занятие йогой. Все это есть. Замечательная территория. Лужайки. Очень красивая территория. Кстати, она удивительно зеленая для такого нового отеля. Зачастую, когда приезжаешь еще в недавно открытый отель, так немножко все лысенько. И могут быть пальмы еще вот такие. Знаете, их перевозят. А здесь роскошно. Уже красивая и прекрасная атмосфера. Немножко такое мальдивское. Вот не только в виллах на своих над водой, да, есть мальдивский такой флёр ощущения. Но и вообще по территории ощущение, что вы вот, наверное, из-за уединенности. Такое ощущение, что вы на Мальдивах. Всевозможные водные виды спорта. Это просто какой-то список бесконечный. И разных моторизированных, и немоторизированных, и каяки. И вот меня удивил катер в форме гоночной машины. В общем, чего там только нет. И, конечно же, возможности для проведения свадеб, церемоний, свадебных церемоний, торжественных мероприятий, бизнес-мероприятий. Ну, достаточно такого не очень большого формата. И, конечно же, спа. Для Анантары это отдельная история. Это отдельная наша гордость. Здесь прекрасный спа. И у нас часто спрашивают, вот всё-таки ещё новый отель, всё ли работает. Абсолютно всё. На самом деле, мы когда запускались, мы практически сразу на 100% открылись, потому что ждали разрешения на открытие. То есть уже у нас всё было готово. И очень красиво, конечно же, здесь в спа. Смотрите, у отеля Анантара Мина Аля Раб есть свой телеграм-канал. Пожалуйста, вот его сфотографируйтесь, фотографируйте, присоединяйтесь. Его ведёт Кристина Савченко. Это наш селс-менеджер непосредственно в отеле. Она периодически выкладывает вот такие какие-то живые видео, как раз последние новости из отеля. И также у нас есть материалы, папка с материалами по отелю. Вот здесь тоже, надеюсь, вы сейчас сможете скопировать, сфотографировать. И ар-код. И также у нас есть по всему майнеру страничка каналов в WhatsApp и в Телеграме. В WhatsApp реже, к сожалению, что-то пишу, но стараюсь всё-таки выкладывать для удобства краткие описания отелей. А в Телеграме выкладываю и фото, и видео из поездок. Вот когда я лично инспектирую какие-то отели, или отели нам какие-то новости, и вот такие живые материалы присылают. Сейчас у нас грядёт неделя эмиратских как раз отелей, потому что я сейчас вот все материалы подготавливаю, по всей поездке выложу скоро свои съёмки. И, коллеги, если удалось всё скопировать, ещё напоследок контакты, vkolikovosobakaminer.com – это все направления отелей майнера. Это Анантара, Авани, Львана, Oxen, H&H Collection, Now и Tivoli. А также у нас есть Александра Ефремова, она занимается Мальдивами. У нас семь отелей на Мальдивах. Вот по Мальдивам как раз можно к ней. И мы всегда на связи. Я думаю, что команда Resort Holiday, большинство наших отелей знает не хуже нас, поэтому они вам всё подскажут, расскажут. Но если что, если есть какие-то вопросы или пожелания, заметки по гостям, пожалуйста, пишите. И давайте я сейчас выйду из демонстрации экрана и посмотрю в чат. Вик, Вик, я вернусь сейчас. Можно оставить наоборот, чтобы люди могли зайти сейчас и подписаться на канал. Можно последний как раз слайд оставить, кто не успел. Но, дорогие коллеги, мы, конечно же, как всегда тоже обязательно всё выложим. Я просто пошла чуть-чуть файлы свои посмотреть. Предложение, о котором я говорила, здесь у нас будет бронирование до 30 июня, а проживание до 31 октября. Вот то, что я говорила, повышение с BB на HB. И вот это, вот это предложение будет проживать, может быть, до 31 октября. Я просто обещала подсказать и вот проверила. Так, возвращаюсь и включу последний слайдик. Да, можно где телеграм-каналы, чтобы это было. Если кто-то не успел, вы всегда сможете взять. Я оставлю, пока будем. Ну, что, я пока прочитаю, да. Жили в Анантаро-Миналь-Араб в феврале. Начиная от встречи с влашенными полотенцами, мыли нам ручкой водой из лепестков роз. Качественный сервис, искусственная кофейня с ароматнейшим флэт-вайт, детский клуб, заботливыми нянями, изумительный пляж и мангровые рощи. Спасибо вам большое. Вот. Приятно. Да, вот такая вот история. Ну, у нас ещё есть с вами время, дорогие мои. Вопросов даже нету, мы всё записываем, но вопросов у нас даже нет, потому что, в целом, на всё ответили тоже очень подробно, потому что у меня были вопросы как раз про эти виллы, которые на воде, надводные, мне хотелось про них больше узнать. Вот. На самом деле, это первый вебинар, который мы проводим именно с Анантарой Рассельхайма. Вот. Всё очень понятно, всё встало на свои места. Мы обязательно всё выложим тоже и на канал YouTube, наши записи, и в Telegram-канал. Всё, что Вика прислала, мы обязательно всё выложим. Вопрос поступил. Правильно ли я понимаю, что при бронировании до 30 июня берём завтраки, будет апгрейд до HB, завтрак, ужин? Да, верно. Да. Для всех проживающих в номере. Ну и, конечно, вот тот вопрос, который я думала, что... Сейчас я ещё, да, для повышения, а если вы хотите full board, то там будет доплата, ну, тоже специальная цена, ну, то есть до full board повысится уже платно, можно будет... Какой минимальный... Вик, а какое минимальное количество дней для апгрейда? Вот есть какой-то минимум стей? Сейчас, секунду. Я прям открою при вас, потому что недавно прислали это предложение, я его ещё не наизусть. Так, значит, да, нет, да, есть... Сейчас, сейчас, сейчас... Для вот этого... Там блокауты... Смотрите, я не вижу минимальной длительности проживания именно для повышения питания, но при бронировании от 7 ночей будет ещё на проживание скидка. Вот, так-так-так, что у нас есть ещё предложение для будних дней, но это скорее... А, это для резидентов Эмиратов. И, да, ну вот всё, пока что по условиям вот этого предложения всё вижу. Планы beverage package, ну, они просто приобретаются, тут понятно, по длительности. Всё, нет, получается, что просто от 7 ночей будет у вас ещё скидка на проживание небольшая, а вот это для этого апгрейда я не вижу такого условия. Так, всё, да, всё вижу. А что для резидентов? Где эту информацию можно прочитать? Для резидентов... Для резидентов это промоушен только на будние дни. Обычно, да, если вы хотите узнать какие-то СПО для резидентов, мы, к сожалению... Не к сожалению, но так как это не наш рынок, да, соответственно, например, туроператоры в России это не публикуют. Вот, оно приходит обычно, но все СПО делятся по рынкам и приходят на конкретный рынок конкретные СПО. Вот, то есть, соответственно, я думаю, что такие... На сайте отеля можно, скорее всего, на сайте отеля как раз они вывесены. Да, они будут на сайте. Я думаю, что у нас здесь идёт речь про цену бар, потому что здесь просто специальные цены на будние дни. Вот, у нас... Да, я думаю, что у нас выгоднее в любом случае, потому что это виллы для свитов и вилл. Да, можно запросить это тоже вот просто индивидуально, но по моему опыту у нас выгоднее получается. Тут, скорее, чаще наоборот у нас гости избегают резидентских офферов, потому что наш пэкэдж, если считать, вот как раз особенно от семеночей... Со всеми СПО, да. Да, это со всеми СПО, это лучше выходит. Как обстоит ситуация с пляжем в летние месяцы? Или стоя дно присутствует? Ну, вообще... Вот, как я говорила, оно присутствует, но вот самый отлив, прилив вы до него не доплывёте. Ну, то есть уже будете плыть там, уже, скорее всего, не дотянетесь с ногами просто. Ногами просто. А отлив вот он мне вот где-то вот так вот. То есть начинается там, где уже, в принципе, и плыть и хочется. Вот, то есть до этого вы заходите... Ну, детки до него вообще не дойдут, потому что это уже на глубине находится. Это так вот, если вы подальше уйдёте. А в целом, ну, прям прекрасно. Ничего не могу сказать. Вот кроме... Единственное, что вот можно отметить, это вот эту особенность. В остальном пляж просто великолепный. Поэтому смело, смело можно бронировать. А по поводу beverage package, это вообще мои любимые вопросы всегда к адантарам, всю эту систему с beverage package. Да, можно ли забронировать отдельно, не в момент бронирования отеля? То есть, видимо, учитывается на месте, имеется в виду, можно ли его забронировать? И какая будет стоимость, выше, ниже? Да, давайте я запишу этот вопрос, потому что, возможно, мы даже на него ещё не можем ответить сами, потому что мы выпустили на прошлой неделе beverage package, это наша такая проба. Поэтому точно не будет дешевле, этого мы не допускаем никогда. То есть, будет либо столько же, ну, что так, что через заранее, вместе с бронированием через resort holiday, либо, ну, вы приехали и такие, а вот, пожалуй, хочу, либо дороже будет, потому что по цене бар, потому что контрактная цена у нас, как правило, ну, на планы питания у нас, в принципе, часто бывает, что так, что так, одинаково, но либо дешевле сразу через resort holiday, я бы советовала это, на самом деле, заранее всё оплатить и жить спокойно, либо, может быть, такая же доплата. Но там с налогами вопрос, потому что при, то, что нам даёт контракт, уже это считается включены налоги, а на месте они ещё добавятся. Ну, я удастся в месте в случае. Да, будет ли какая-то прям... Вообще, в целом, вот, да, система beverage package, да, она, в принципе, для отелей Minor Hotels, она очень популярна. У вас у многих отелей такое есть, и на Мальдивах в том числе, да, насколько я знаю всё это. Вот, и каждый раз с этими beverage package это очень легко, потому что вы заранее знаете, то есть у вас человек, который едет на отдых, он понимает, что он будет там пить, он понимает, что он летит, он будет, он хочет, чтобы у него были фреши, чтобы у него были безалкогольные, например, напитки всё время, весь день, да, там, и он понимает, что он пьёт там, ну, два бокала в день. Надо посмотреть, сколько стоит безалкогольный beverage package, да, и алкогольный. Если это два бокала, посмотреть, сколько стоит вино там, например. Если это два бокала в день, то, может быть, и нет смысла брать вот более высок, ну, где включён алкоголь, да, может, ему хватит только ноналкохолик, дринкс вот эти, и всё. Вот, если он у вас всё-таки пьёт, да, и человек этот, то лучше рассмотреть сразу пакет с алкоголем, потому что, на самом деле, на самом резорте всегда в отелях всё будет дороже, чем вы бронируете заранее. И очень часто люди берут, и потом получается, что они на месте приезжают, и это же отпуск, вы же, как бы, вы в отпуске совсем по-другому себя можете вести, гости ваши точно так же, и поэтому иногда получается, что люди там и ставят ещё больше денег, чем если они купили заранее, на самом деле. Да, и по Мальдиву могу точно сказать, что, конечно, доплачивать уже на месте будет дороже. Здесь я просто уточню. И, конечно, единственное я хотела отметить, я пока вижу в нашем офере только один beverage package, поэтому если вы не пьёте алкоголь вообще, то, наверное, смысла в этом большого нет, потому что, ну, soft drinks недорогие у нас, да. А вот если алкоголь употребляете, то, конечно, выгоднее сразу... Сразу взять, да. Да, и, ну, я склоняюсь всё-таки к тому, что у нас, наверное, как на Мальдивах, будет дешевле через заранее с вами забронироваться, потому что вот этот вопрос с налогами, он обычно как раз всплывает. Он сильно портит, потому что налоги высокие. Он даёт разницу, да. 20-25 процентов. Да, beverage package я, честно говоря, лоббирую во всех своих направлениях, потому что для нашего рынка это удобно, и это, наверное, всё-таки даже удобнее, удобнее, чем all-inclusive, потому что кто-то много ест, но не пьёт, кто-то мало ест, но много пьёт, может быть. Так что каждый сегмент... Это турагенты, ведь. Каждый сегмент свои затраты заранее продумать. Так что вот, да, я очень рада сама, что появилась такая опция. Мы будем её дорабатывать, так сказать, вот шлифовать, наверное, и варианты, и, наверное, по стоимости ещё посмотрим. Но пока вот такой пробный, можно сказать, заход, пока что есть вот такой beverage package, да. А тут имелось в виду ещё, вот Ольга пишет, что если, например, туристы забронировали через резорт Холиды, к бронированию добавляют не в сам момент бронирования, но до заезда, чуть попозже, сможем ли мы добавить? Ну, мы запросим, конечно, у отеля. Я думаю, что вообще... Да, это будет просто корректировка плана питания, да. Это да. Вопрос такой, это наш вопрос этого марафона, в связи с тем, что, наверное, Вик, может, слышала, да, что в связи с тем, что сейчас очень сильно смотрят на то, какой контент используют агенты, туроператоры, имеется в виду фото, видео, да, авторские права на эти фото, видео, поэтому вопрос такой, можно ли брать из вашего телеграм-канала для своего контента, то есть вывесить в соцсетях, сделать рилс там и так далее. Мы обычно отвечаем, что можно, но при этом очень просим отмечать отель, да, то есть отмечать там вас, отель, или что-то отметить, чтобы, да, или написать внизу, я всегда советую внизу написать, например, вы что-то сделали, и внизу пишите там фотокредит или видеокредит, да, и отмечайте, кому принадлежит, или хотя бы прописывайте название отеля или название телеграм-канала, где вы взяли эти фотографии. Совершенно верно, да. В целом мы разрешаем. Ну, все абсолютно верно ты сказала, то есть мы будем очень рады, если вы будете использовать наш контент, чтобы показать наш отель, мы очень признательны вам. либо можно написать, вот, да, фотокредит, а можно просто, если вы с нами поделитесь ссылкой, мы будем рады видеть, потому что мы не все посты видим, а с вопросами, с претензиями по поводу авторских прав мы к вам точно не обратимся, даже если вы нас не упомянете, но мы иначе не будем знать, что вы нас вот так вот прогреваете. Да, что вы нас любите, да, я согласна. Да, что вы нас так любите, да. Приятно, безумно, вы не представляете, возможно, отели радуются так, как будто вот каждый пост сейчас принесет им целую волну бронирований, но это ведь, ну, мы понимаем, что не факт, да, но это ведь всегда такая вот, такая приятная вещь, поэтому делитесь, пожалуйста, я пересылаю, и они радуются. Конечно, да, но и это работает, на самом деле это работает в обе стороны, да, потому что для отеля это как минимум пиар, да, как минимум плюс еще, даже если у вас 300 подписчиков, но как минимум у вас там еще 100-200 человек узнают про то, что есть такой отель, да, что он вообще находится. В общем и целом это продвижение для отеля именно так называемый бренд-экнолледжмент, он называется, да, что про него знают, и отелю, конечно, это важно, особенно это важно новым отелям, которые открылись, да, это правда очень сильная история. Вот, и со стороны агента для вас это тоже очень здорово, потому что получается, что, во-первых, вы знаете все новые отели, да, если у вас появляются, вы знаете все классические отели, которые уже давно открыты, и вы знаете, как они обновлены, что они нового сделали, вы знаете, где брать эту информацию, да, то есть это значит, что вы развиваетесь, что вы обучаетесь и так далее. И еще очень важная история, что отель вас видит, и вы не знаете, что будет через 2-3 года, и как бы вдруг вам придется что-то попросить, или что-то произойдет, и вы обратитесь к этому отелю, и вдруг вот так вот, это, знаете, такое вот, это как вот, как межчеловеческие отношения, они такие, что вы строите их на доверие, и когда мы друг к другу в туризме, нас очень мало на самом деле людей, и все друг с другом как-то связаны, поэтому, когда вам вдруг пригодится то, что вы когда-то хорошо написали про отель, никто не знает, поэтому я очень советую отмечать всегда. Куда отправлять ссылку на выставленный контент? Виктория сказала, что можно прислать ссылку, куда вам отправлять? Можете мне куда угодно на почту, или лучше, наверное, на почту, там мне легче сохранить, в отдельную папочку скидываю письма, но также, если вы присоединитесь к нашему телеграм-каналу Майнер, или к ватсап-каналу Майнер, там я буду видна как владелец или администратор этого канала, тоже меня можно найти, я на связи и там, и там, и везде. И везде, да. И везде. Да, вообще мы запустили даже телеграм-бот, который работает как некая электронная библиотека, так что если даже я в какой-то момент, вот пока я на вебинаре, на встрече, там, в перелёте, можно быстро найти материалы по нашему миллиону отелей, что же ещё и там. Но и я лично там присутствую, так что вы увидите мой контент. Вик, спасибо огромное, я сейчас запись пока выключу.